Песня о Богателе, в виде силы сяны, и врачи сын не от всяких скверны, и спасти блажен души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Родича Христа, благослови это наше собрание, вокруг Слова Твоего Святаго. Дару Господи, все слышанное исполнить, как Ты и сказал, иначе не будет нам спасения. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь, вы уезжаете? Нет, нет, нет. Нет еще? Нет еще. А, нет еще. Итак, у нас девятая глава Евангелия от Иоанна, послепорожден нам. Продолжаем. С семнадцатого стиха. Опять говорит слепому, Ты что скажешь о нем? Потому что он отвез тебе очи. Он сказал, это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел. Доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их, это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Я немножко тут голос сменил, интонацию. Наверное, так они говорили. Толкование блаженного Феофилакта. Напоминают ему и побуждают его, потому что он открыл тебе глаза. Ну, такое короткое толкование. Блатоустное, наверное, больше раскрывает здесь. Он говорит, облагодетельствовал тебя, посему ты должен проповедовать о нем. Облагодетельствовал тебя. Очень длинное слово, запомните его. Очень важное. Потому ты должен проповедовать о нем. Христос одним перстом совершил помазание брением. И его считают нарушителем субботы. Сами же они всею рукой отвязывают животных для того, чтобы напоить их. Ну, в субботу же. И считают себя благочестивыми, жестокосердные и упорные. Призывают родителей его с целью поставить их в затруднение. И через то принудить их отвергнуть прежнюю слепоту сына. То есть, правильно, так они ведь и с издевкой говорили. Так как они не могли заградить благонамеренные уста слепороженного. То застращивают родителей. Еще одно слово. Застращивают. Стращают. То есть, пугают. Прям пугают и причем страшно. В надежде уничтожить чудо. Помните, сказал он пророк. Итак, ставят их на середине и делают допрос с яростью и еще с большим злобой. С яростью после ярости идет уже ненависть и гнев. Вот так. Это совершенно вымышленно и ложно. Но о злочастивые фарисеи говорят ложно или то, что он видит теперь, или то, что он был слеп. Но что он зряч, это истина. Следовательно, вы ложно разгласили, что он прежде был слеп. Вот. Вопросы. Вопросы. Нету вопросов? Я задам сейчас тогда. Давай. Да, давай. Вот глядите. Опять ты что скажешь о нем? Потому что он отверстие биочи. Он сказал, это пророк. С чего он взял слепорожденный, что это именно пророк. Почему он тут говорит о пророке? О Иисусе Христе, как о пророке. Он же мог сказать, я не знаю, какой-то вот человек. Ну вот. Что-то сделал. Он же не видел, как он брение мазал. Мазал, как он. Он же не видел этого. Кто не видел? Слепорожденный. Он слепорожденный, как он мог видеть? Он не видел, но он знал, он чувствовал. Чувствовал, а дальше он пошел. Мы на том занятии, помните, рассуждали, с кем он пошел. Христос с ним пошел или нет? Мы видим, Христа нет. Его могли ученики проводить. И он, человек, которого зовут Иисус. Вот так он сказал. То есть он спросил их, когда прозрел. А кто это сделал? Он говорит, Иисус сделал. Иисус. То есть он это знал. И он говорит, это пророк. Почему он так говорит-то? Что вы молчите-то, как рыба и облёд? Не могу понять. Давай, говорит. Может, потому что он не видел, но он же слышал, когда он спрашивает ученики его про грехи его родителей. И когда перед тем, как исцелить, у них было разговора Иисуса с ним. Ну, неплохо, да? Не очень неплохо. Неплохо, да. То есть он внимательный был, услышал и сопоставил это. Это же было духовное рассуждение. И причем такие глубинные, что другой бы мог не ответить никто. Ну, то только он мог быть Вадим Духом Святым. Да, человек мог. А вообще, что мы о пророках знаем? Кто из вас знает что-то о пророках? Вот ты читаешь. Что ты о пророках знаешь? Пророки передают для народа Слово Божие и подтверждают его чудо-деяния. Всегда чудо-деяния подтверждают? Не всегда. Не всегда, да. Но подтверждают. Это правильно, да. То есть идут настоящие чудеса. А здесь почему мы видим, что вот это чудо, которое совершено Господом, это чудо. И именно этот слепорожденный говорит, это чудо, пророк. Он пророк. Потому что надо мной сделал такое чудо. Вот что дало основание этому человеку, слепорожденному, он что знал-то, я не могу понять. Он слепорожденный. Где он там ходил-то, его куда водили? И вдруг он говорит, что это пророк. А они сразу же, послушайте, что они говорят. И они сказали, тогда они не поверили ему. А как тогда? Ну, шоу ударился головой об камень, не прозрел. Раз и поверили тогда, что Иисус это хороший человек, да. А когда он брением помазал, и ему сказали, что вот Иисус помазал брением. О, он пророк, он сказал. Теперь мы не поверим. Что такое с этими, с этими сильными мирами всего, да, говори? Ну, он же родился слепой. У него не произошло никакой травмы. В этом чудо состоит основное. Что он изначально родил таким миром. И, скорее всего, поэтому было чудо, что Бог дал ему того, чего вообще не было, никогда не имело. Здесь мы видим как раз проявление того, что такое вера. Вера от слышания. Да. А слух-то у него был? Был. Конечно, он, я полагаю, что родители его водили в храм. Он был у нас в богослужениях, участвовал. И разговоры об Иисусе Христе, они ему были известны. И известно было, что именно он прикоснулся к нему, сделал брение. Поэтому, вводимый духом святым, он уже и пророк, что изрек, что Иисус пророк. Да, но это все в субботу было. Вот смысл-то весь в чем. Почему они так и нападают? Что это в субботу и все, больше ничего нету. То есть, мы все исполняем, ну как тут сказано, мы все исполняем, мы благочестивые. А он облагодетельствовал человечество таким чудом. Это значит, что, увидев такое, все должны были припасть к ногам Иисусовым. Все, каждый. И просить у него, ну, кому разума нужно, не обязательно исцеление плотского. Но духовно-то все были поражены. Все овечек, голубей, быков тащили в храм. А человек делает такое чудо, это значит, он не простой человек. Это нужно было по-другому взглянуть. И написано, и они не поверили. Давайте вспомним о пророках. Давайте вспомним, каких пророков мы знаем. И когда они жили, эти пророки. Что нам говорит Библия? В Библии, вот прям книги пророков, давайте. Книги пророков, какие основные пророки. Как они называются, эти пророки, сначала? Сразу же. Нет, небольшие. Вот, великие, правильно. Юля, правильно, небольшие. Великие. Итак, кто у нас идет первый? Исайя. Почему он первый-то? Почему первый? Сколько стихов этих аятов? 66. Глав. 66. 66. Вот, 66. Ну, мы не скажем, что это плохо. 66. Но это Исайя, великий пророк. Почему он первый-то стоит у нас? Почему? Потому что о Христе проповедовал. Так, молодец. Хорошо сказала. О Христе проповедовал, да? Не совсем поэтому стоит первый. Что скажешь? Читает Верхний Завет, брат. Я к Евросии не обращаюсь. Читает, молодец, хорошо иногда. Почему-то, что-то, как, вы не поняли, что ли? Все книги практически, кроме книги Ива, стоят исторические. То есть, по годам. Хронология. Хронология идет, понимаете? Что значит историю не любить? Сейчас спрошу, когда Петр Первый родился, никто не скажет. Ну, ладно, это в 72-м году он родился. А чем? 1600. Ну, это я так, там, ну, скажи тогда, почему Исайя, когда он родился, Исайя? Ну, вот, здравствуйте. Потому что Исайя, Исайя жил с 5-го в 6-й век. И что тогда было? Что? Храм был еще. Он не разрушенный был храм. Как в 6-й, сфотом? А потому что туда идет ноль. Наоборот, в 6-й век. Нет, с 5-го в 6-й. На хронологии плохо знаете. На учебу нужно учиться лучше. Ну, ладно, это обратный отсчет идет. В каком году храм разрушен? С 6-го по 5-й. Правильно. С 5-го по 6-й к нулю идет. От Рождества Христа. 5-й, 5-й, 4-й, 3-й и 0-й. Да, совершенно верно. С 6-го по 5-й. Поэтому я так и говорю. С 6-го по 5-й ты говоришь? С 6-го по 5-й. А, ну, ладно, так, согласен. С 6-го по 5-й век. В каком году? В каком году было разрушение? Не по 5-й, кстати, а с 7-го по 6-й. С 7-го по 6-й. В каком году разрушение храма произошло? Какого из? А? Какого из? Так, ладно. Так, а дальше какой идет пророк у нас? Ну, Иеремия, а Иеремия, как у нас? Какая история с жизнью? Разрушение храма. А, разрушение храма. Разрушение храма. Молодец, молодец. Как выигрывает все это. А потом кто идет? Даниил. Даниил уже дали Даниилу. Даниил. Языки Иль. Языки Иль, правильно. Великие пророки так идут. Про Малыши даже не будут тогда говорить. А потом идет последний Даниил. А почему Даниил последний? История его какая? С кем он там постоянно? Ему приходилось биться. С кем? С язычниками. С язычниками. А где? В вавилонском пленении. Вот. Когда повесили арфы мы там и так далее. Кто написал? Повесили арфы мы там. На древе. Псалом какой? С 136. Кто написал? Как кто? Псалом кто написал? Вы? Эй, эй. Аккуратней со мной. И вообще с Библией. Давид написал. А Давид был там в вавилонском пленении или нет? Значит, кто Давид у нас? Там тоже пророк Давид. Ну вот он не вошел в это вот как пророк. Мы его перечисляем как... Не же Псалом Асафа. Как царь. Нет, нет. Это все Псалмы Давида. Это все Псалмы Давида. Все Псалмы... Нету таких Псалмов, которые там... Как кого-то еще. Это все Псалмы Давида. Все 151. 150 и повествование небольшое тоже считается, что это Псалом 151. Ну а малые пророки идут уже... С какого века по какой идут малые пророки? Когда заканчиваются они, малые пророки? Кто малых пророков перечисляет? Я перечислял мошенниками. Давайте по порядку. Умеете по порядку? Нет? Ну давайте запоминайте. Глядите. Сначала идут два И. Кто это? Первый. Нет. Иоиль. И кто? Иона. Иона. Кого кипсглазы заглотил? Иона. Потом дальше. Кто у нас идут? Следующие. Итак, Иоиль. Иона. Потом следующие. Кто? Есть ли? Да не малые пророки. Кто подскажет нам? Кто следующие идут? Первый. Первый. Махи Сахмихин. Махи Сахмихин. Махи Сахмихин. Махи Сахмихин. Так, а МОС. Правильно. А потом? Нет. Нет. А МОС заканчивает на как у нас? ОС. И ОСИЯ. Так, хорошо. ОСИЯ. Дальше. Кто у нас? Михей. Михей. ОСИЯ. ОСИЯ. Потом у Игната Тихоновича был дедушка. Наум. Потом такая странная длинная, длинное имя. Абухум? На С. Сафония. Афония. Да. А потом идет Аввакум. А потом следующие два идут на букву А. Аввакум, Сафония, Агей, Сафония. Агей, правильно. А потом... Захарий, Малахий. Какой век? Сколько веков не было пророков у евреев? Мы же к этому подходим сейчас. Вы не понимаете, что ли? Сколько? Четыре. Запомнила. Четыре-сталет не было у евреев пророков. И тут человек говорит, это пророк. Вот к чему мы подошли, понимаете? Почему перечисляли? Нужны по хронологии Ося, Иаиль, Амос, Агди, Иона, Иона, Пророк, Михей, Наум, Аввакум, Сафония, Агей, Захарий, Малахий. Вот так правильно. Захарий, Малахий. А у тебя все вот так вот. Правильно. Вот. И какой это был век последний? Четвертый век был. Четвертый век последний был пророк. Кто? Малахий. Что он такого сказал интересного? Что запомнилось, и мы постоянно повторяем, в молитвах этого человека, поминаемый, человека этого. И он там говорит о нем, и это пишется с большой буквы. Помните? Последнее пророчество его. Малахий, Притечий. То. Совершенно правильно. Притечий. И что он пишет с большой буквы его? Как называют? И ангел пишется с большой буквы. Да. Это пророчество было бы, а не крестители. Вот Малахий последний. Все. И больше не было. И теперь человек говорит, да это пророк. Вы понимаете? То есть этот человек пророчествует. И к нему прикоснулся Господь. И он все это принял спокойно так. Вообще, ну, я не знаю, я не был в таком состоянии. Что такое слепорожье? Слепорожье на человек, который никогда не видел, не знает ничего. Как оно что выглядит? А там солнце даже не знает, как оно выглядит. И он начинает рассуждать так. Ну, и тут, когда мы вот читали, говорится, что Господь ему дал, облагодетельствовал очами его. То есть он увидел, увидел солнце правды. Солнце правды, две большие буквы, два. Это имя Господа Иисуса Христа. Он увидел солнце правды. То есть ему дано было это увидеть. Он принял это и пошел проповедовать, как мы теперь видим. Он говорит, потому что ты должен идти проповедовать. Ну, и теперь с солнечной стороны мы переходим в тень. Это, конечно, книжники и фарисеи. Что не дает им открыть свои очи и увидеть солнце правды Христа вот сейчас? Что им не дает? Как вы считаете? Нестор, как думаешь, что им не дает увидеть солнце правды? Они исполняют законы, сидят на исполнении законов, следят за именно формальным, а не... Да, это вот совершенно правильно. А что они должны были проявить, когда Господь пришел и говорит? Хочу... Что хочу? Милости. Милости! Милости хочу! Не милостивые! Жестокосердные! 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 Яростью и злобою! Закон-то как отбирают? Ну, конечно... Читали только что. Жестокосердные! Сколько заповедят они? Да просто ведут с яростью и злобою! Сели заповедей сейчас они соблюдают? А сейчас, если говорить про Ильяев, заповеди соблюдают? Так это... Было-то 613. Ну, да. Но это учитывая, что, говорится, разделить на женщин, потому что женщина не могла сделать обрезание Бредмилу. Правильно? Да, действительно. Гораздо меньше. Сейчас сколько? Храм разрушен. Второе. Стенополисты. Они должны приносить были жертвы. 240 с лишним должны. А хоть ни одну заповедь не выполнить что? Ну, да. Карет. 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 Отличная смерть, даже без воскресения, считается у них. Вот, всё. Да, 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 да. Ну, то есть, вот даже, вот теперь, когда у них есть сейчас храм, и они думают, что они всё исполняют, как тут написано, всё исполняют. Им что? Лишнее было, что человек, который среди них иудей, и он такое чудо сотворил. Это что, лишнее, что ли, было? Это же, его надо, не знаю, в золотой клетке держать, этот человек, чтобы и вокруг охрану поставить. Опять же, что если в субботу, в шаббат это было сделано, то давайте возьмём Егора Шабинуна и Иисуса Навина. Он в седьмой день, они пошли и зарушили Ирихон, и никто ничего не сказал, правильно? Седьмой день, это суббота была, они прошли семь раз, воскликнули, и стены рухнули, и в седьмой день субботу они это сделали. Так, если на корейские войны взять, то 42-й год, они тоже, сколько, одну субботу вышли, их тысячи человек убили. Что, его дети, на что они, блин, начали на шаббат, на субботу сноситься? А ведь будет этого, чудеса, они Иисус Навин и другие. А они простые дела-то делают, отвязывают, чтобы животное покормить нужно, работа же тоже, они не обращают внимания. А человек слепорождённый, то есть у них в сердце нет никакого сострадания. У тебя зависть. Зависть, и Господь говорит, милости хочу, а не жертвы. Милость превозносится над судом, то есть мы должны забыть суд, и милостиво взглянуть, милостиво. Если таковое есть понятие милости, конечно, не воин, который с яростью там бежит кого-то зарубить, какая к нему, ну, понятно, только молитва, Господи, остановить врага. А когда человек, ну, избавим откровение. Ну, вот сейчас вот братья наши, вот братья приехали из такого места, прям вырвались, можно сказать, на свободу. Ну, какие сейчас сестра как расцвела. Милость должна же быть к людям. Нельзя же по-другому относиться, что вот, ещё понаехали. Знаете, кто так разговаривает? Понаехали и так далее. Это закончилось всё в 1938 году подписанием последнего решения. Это в Мюнхене, там в одном ресторанчике. И какое это было решение? Полностью убить всех евреев. Всё, они сначала понаехали, все предатели, а потом, какое это там было, не помню, 1 октября, 2 октября, не помню сейчас. А потом вот так вот, весь народ просто убить. А теперь и до нас дошло, до русских. Я думаю, что вполне это может быть. Последнее решение примут, вот они там, окей, и напишут всех русских, кто себя считает русским, просто уничтожат. Причём нет-то, как считаете? Это, ну, не о русских будет речить, а о христианах. Да, в конечном итоге будет о христианах, конечно, о православии. Что мы сейчас видим, что, да, православие, оно не угодно никому. Вообще, православие очень странное, очень странное. Я видел документальный фильм военный, и там сидит ветеран, весь в орденах, ему 100 с лишним лет. И он рассказывает, как воевали. И говорит, вот прям резали, глотки рвали зубами. Ну, говорит, когда взяли пленных, тут же подогнали этот котёл. Пленные немцы, их тут же кормят, перевязывают. Немцы вот такими глазами. И он говорит, его спрашивают, так, как, в чём делаешь? Это чё за русский такой? Он говорит, это вина, ну, как бы, говорит, православие. Всё, говорит, от Христа идёт. Ветеран, надо же, я даже, как, сделал же вывод человек. То есть, вот это должно в нас быть только в полной полноте. Не то, что там война, вообще до войны доходить нельзя, по идее. Если дошло, то вот, надо поступать милостиво. Где можно милостиво? А мы сейчас, тем более, должны. А тут Христос делает такое чудо, и в сердце никакой жалости. А я вот не такой, я вот бы по-другому поступил, жёстче. И Господь говорит, милость превозносится над судом. Так, ну что, у нас всё? Как-то в суд без милости. Что здесь так? Безгазавшим милости. Да, ну давайте ещё тогда, если нету больше. Ну, тут есть о чём будет поговорить. 20-23 стихи Евангелия Танна, 9 глава. Родители его сказали им в ответ, мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видеть, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучат от синагоги. Отлучат. Посему-то родители его и сказали, он в совершенных летах, самого спросите. Толкование блаженного фефилата. Фарисеи родителям слепого предложили три вопроса. Первый, сын ли это их? Второе, слепым ли он родился? И третий, как он стал зрячим? На первые два вопроса они отвечают утвредительно, что это их сын, и он был слеп. Причем слепорожденный от рождения. А о способе исцеления они отвечают за незнанием. Так случилось без сомнения для того, чтобы истина была признана тверже, чтобы ее засвидетельствовал сам, получивший благодеяние. И потому свидетель достовернейший. Как и родители его говорят, сам в совершенных летах, он не дитя или недоросль, чтобы не понимал, как исцелился. Сколько ему было лет? Восиноватки. Кому? Ему-то? Слепому. А что, тут не написано разве? Да, где возраста делала? Совершенно. Совершенно. За 30 получается? Ну да, да. Ну вот я вот и поэтому вопрос, наверное, задал. Что-то мне 40 лет крутило. Может быть, какое-то толкование было где-то? Не знаю, я не слышал. А возрасте было? Да, да, да. Ну, в совершенных летах, то есть он уже, понятно, и, наверное, все-таки за 30 лет было, потому что фарисеи, если бы не было 30, и разговаривать бы с ним и стали, потому что что-то пацаном, как говорится, разговаривать. Ну, поэтому будем так говорить, что 30 лет, плюс, может быть, еще сколько-то, и он отвечает твердо им на все, и причем всегда говорит о том, что есть он проповедует об Иисусе Христе уже. А ведь ему просто сказали, что это Иисус, и он все поверил. А почему он его не знал? В конце, когда будем тут, там Господь скажет ему, он говорит, а кто он Иисус? То есть кто? Сын человеческий, спросу. Он говорит, говорил с тобой и стоит перед тобой, и он тогда понял, кто это. Поэтому мы видим, что даже не зная, то не видя, не видя и твердо, он должен, по идее, сказать, я не видел его, вы о чем спрашиваете, не знаю. Но он говорит о невидимом, и мы так же тоже говорим о невидимом, мы же Христа не знаем. А вот веру дал Господь от Господа нашего. Сегодня мы читали послание к римлянам, как раз, что Господь, как же там слово-то такое, призвал, да? Нет, не призвал. Призрел? А? Призрел? Нет, не призрел. Как там написано? Кремлина. Сегодня. Такое. То есть, то, что Господь призывает Господу Иисусу Христу, Бог Отец предопределил и не предопределил. Я же запоминал специально, думаю, надо будет запомнить, сегодня на занятиях сказать. Вот вспомнил, а не могу вспомнить. Первая глава римлянта, да? Да, кремлина. Сейчас. Кремлина, первая глава, это все быстро накинут. Шестая глава, это все быстро накинут. он первую главу читал кремлену потом делал первым а мы же сегодня не кремлен читали кремлен а 6 глава кремлен а его до 1 глава 1 50 ну типа не предопределил но и не могу сейчас нет не предузнал как-то так сказано то есть сказано как человек находит иисуса христа только через господа находит то есть господь сохранены иисусом христом милость вам мир и любовь да умножится нет нет так ну вот на 3 вопрос только нас как он стал зрячим как он стал зрячим вот то что он мог сказать он все рассказал но это без сомнения называется проповеди в христе уже вот если господь нас с вами просветил и мы увидели солнце правды то есть господа иисуса христа и об этом мы рассказываем кому-то что я был не верующий стал верующим господь меня через слово свое открылся мне и дал даровал веру то ну бы мы этим и проповедуем это называется проповедование тут ничего уже не говорит собой скорее всего да ну там у них все строго было вот у иудеев ученика битва и сеева ты бит и очередь то есть и мы вспоминаем апостола павла он уже подрос и пошел с это из узнали что христиане в дамаск убежали то далеко довольно таки дамаск от иерусалима знаете ну тогда пешочком то по горам по этим там таких-то дорог не было как час асфальтированы раз и там доехал за час пришлось бежать и дали ему письмо до нас чтобы туда пошел то есть они за каждым следили и дальше в темницу влачить а там дальше что будет для чего в темницу то вопрос задавал человек в темнице посадить дальше что синегрю ну допросы будут вот ты как следователь расскажут же кто-то с кем и так далее ну наверное расскажут а если не расскажут о настоящих христианин ученики потому что тогда же допрос это не такие были тогда не то что ну ка говори это мы тебе если да 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 я думаю сильно до прошли апостол пал не просто так говорю что и изверг как первым среди всех изверг потому что эти люди христиане они должны были донести на других где еще христиане где там в каких городах там в каринфе где там еще давайте рассказывайте везде всех достанем ну как вспомните это 72 год монреаль когда там эти братья мусульмане или совершили а убийство этих спортсменов израильских 7 достали стукой там было девять или двенадцать всех достали масса называется разведка так она чё только образовалась что ли 40 человек заклялись не есть и не пить зарезать апостола павла за его деяние слова так что другое дело мы не знаем что с ними было самоубийца не ели не пили не ели не пили но верно не знаю как они заканчивали сложно но не достали до пустого но однако мы просто говорим о серьезности положения этого человека который слепорожденный может быть он что-то не понимал но главное что у него была вера в господа иисуса христа и он говорит пророк но он оказался не просто пророком и когда он сказал ему кто-то будет в конце там еще и он и он тогда припал к господу то уверен ли что это бог но ничего не можем сказать об этом слепоруженном вряд ли потому что очень тяжело было тогда и евреям согласиться что бог в образе человека будет ходить до представь себе к к к к к в туалет ходит бог да они бы рассмеялись просто будем более плотник так сын плод сын злор не надо то есть это последние там ниша как сейчас касты эти вы у индусов до сих пор есть там если ты там что-то чинишь там убираешь это низшая каста и тебя такие все на тебя так смотрят до сих пор это есть почему мы скажем что этого нету евреев ну конечно будет мы это дай бог не увидеть нам но придут времена когда один еврей будет править всем не запомнить он будет еврея кто вокруг него будет его эти министры и так далее догадайся с одного раза они тоже конечно все будут иудеями евреями да но мы должны только молиться потому что остаток израиля спасется и написано весь израиль спасется то есть это значит большинство кто будет при последних временах рядом с ними министры когда встанет он и скажет я бог и они поймут что обмануты вот то будут слезы где и написано и возрядно к того которого пронзили то есть на христа возряд то есть как бы скинуть голову кверху когда христос вот перед ними как бы представить так ну что все достойно и филка воистину вложите тебя благородицу пресно блаженную и пренепорочную и мать и бога нашел честнейшую херувин и славнейшую и славненьяя серафим безыстрения бога слово ровшую сущую богородицу тебя величаем благодарим тебя господи за милости твой великий к нам что подбиваешь еще мирное житие не отними своего держащую десницу надо будет воле твой стыта и во всем и не подсчитай нашу куда и бедствующая рука удерживай твой карающую десницу нас же научи принять все с благодарностью без ропота умения и отчаяния господи благодарим тебя за это собрание за слово твое которое ты нам даешь за истинную веру православную господи научи нас правильно исповедовать слово твое нести его людям не знающим истины твои тебе слава высылаем отцу и сына и святому духу ныне и всегда и во веки веков аминь аминь спаси христос